Друзья, всем доброго времени. Неделю назад, 31 числа, мы с вами разъединили вот эту вот орхидею. Сегодня у нас 8 ноября. 31 октября выходило видео, в котором вот эту нижнюю длинную корневую шею, с которой мы не захотели сажать эту орхидею, вот эту, видите, нижняя часть, очень длинная, мы ее отсоединили. От вот этой вот макушечки. Это одна из редких орхидей в варианте цветения, такого свекольного цвета. Это Хоурджи Фэнси в варианте цветения бабочки. Рядом Хоурджи Фэнси в варианте цветения лакосты. И это обе орхидеи из темы тех самых орхидей, у которых корни, стремясь в разные стороны из горшка, не говорят ни о чем. Не о том, что в горшке мокро, не о том, что в горшке сухо, и вроде бы как и это есть причина, из которой корни прут в разные стороны. Я уже рассказывал в предыдущем видео, 31 числа, о причинах, почему корни лезут в разные стороны у некоторых орхидей. Это либо сортовая особенность фаленопсисов, либо индивидуальная особенность той или иной орхидеи, доставшейся ей от ее генетических предков. Потому что орхидеи и фаленопсисы в природе функция корней это зацепляться за поверхность. То есть не искать где-то землю, грунт, из которого выкачивать потом питательные вещества, а прежде всего в разные стороны разрастаться и закрепляться, чтобы орхидея была устойчивая к воздействию внешней среды. То есть ветра там, качание деревьев и так далее и тому подобное. В общем, есть сорта орхидеи, у которых ты хоть что делай, хоть погружай в сухую емкость, хоть погружай в воду, корни все равно будут расти хаотично. Это вот как раз та самая орхидея. Вот в прошлом видео мы отсоединили низ этой орхидеи, сейчас мы его посмотрим. И орхидея не то что не заметила нашей вот этой вот манипуляции, мне даже кажется, что она обрадовалась. Потому что буквально за эти 7-8 дней, посмотрите, она выпустила цветонос, вот он, который прям разрывает ей листик вот этот. Смотрите, видите, вот он этот цветоносик. Орхидея даже не почувствовала нашей манипуляции. Ничего нигде не отсушила, а продолжает расти. Поэтому сегодня я хочу эту орхидею пересадить. Более того, у нее кончики корней, смотрите, растут. Тех корней, с которыми мы ее поместили неделю назад вот сюда на водичку поставили воздушными корнями. Ну и посмотрим вот эту макушечку сейчас. Так, ну, пускай она у нас пока еще в водичке постоит. В прошлом видео я показывал вторую лакостов варианта, да, орхидею, посаженную в серамис. До этого орхидеи росли в других грунтах. И другие грунты тоже никак не повлияли на то, чтобы корни у этих орхидеи росли куда-то там целенаправленно в грунт. В общем, здесь, видите, все, 50 на 50. Нижняя часть растет где-то там внутри в горшке, а верхняя часть куда угодно, но только не в горшок. При этом она тоже у нас выпустила цветонос. Вот он за корнем, видите, вот он спереди корешок, а за корешком растет такой же длинный цветонос, как и у этой орхидеи. Ну, это у них пришло время предновогоднее. Сюда мы ее полгода назад сажали в серамис. Ну, и, в принципе, не знаю, мне кажется, ей нравится, но вот что там, что орхидея такая особенная и растит, тащит, растит корни в разные стороны. Так, ну, во что посажу эту орхидею? Так, сейчас посмотрим сперва. Низ мы с вами отсоединяли и немножко повредили его, листики, да? Вот они с одной стороны вот здесь при разделении, и со второй стороны как раз вот тут вот надрезали бок листика, где он крепится. И, соответственно, я в прошлом видео сказал, что вполне возможно, что эту часть будет желтеть у орхидеи. Ну, так оно, в принципе, происходит. Но ничего, пенек я не выкидываю, вот этот, потому что у меня есть, как сказать, надежда, что вот из этой почки, вот она, видите, растущая почка, вот она, клинушек такой, из этой почки, и вот еще одна клинушек, вот он, раз, два, две растущих почки, видите, одна и вторая. Из этих двух почек, какой-то из одной, а может быть из всех двух появится детка, на что я очень-очень надеюсь. При этом орхидеи вроде бы и корни, видите, продолжают расти в воде, поэтому пока не выкидываю этот пенечек, держу до последнего, до победного, как говорится. Мне бы очень хотелось получить, вот, конечно же, от этой орхидеи детку, потому что она очень интересно цветет. Действительно, орхидея редко встречается. Вечно проблемы у нее с корнями, примерно такие же проблемы, как я рассказывал про Аркс Рей, вчера орхидею, капризные самые орхидеи, вот примерно то же самое и у Хорджи Фэнси. В общем, периодически корни отмирают, но вот эти корни, которые сейчас у нас выросли по новому кругу, после магазинах, они вроде бы держатся, но при этом растут в разные стороны. Ладно, это все лирика, давайте, друзья, эту орхидеюшку с вами пересадим. Обязательно я вставляю фитиль. Фитиль, он помогает мне в летний период с поливом орхидеи. Я спокойненько оставляю их, и они без меня спокойно обходятся. Значит, во что буду сажать? Значит, ой, да, наверное, вот, знаете, хотелось бы в серамис, но у нас уже одна растет в серамисе, тоже такой, знаете, 50-50, поэтому в этот раз, наверное, мы посадим в заменитель серамиса. Но он тоже будет непростым, это будет, скорее всего, от архиата с добавлением циолита, вулканического циолита, тоже по принципу серамиса, то есть 70% коры. Вот у нас коры, в данном случае у нас будет архиата средней фракции, и в нее будем добавлять, вот как в серамисе, 30% глиняных гранул. Вот так мы будем добавлять 30% вулканического циолита. Уже неоднократно я повторял в видео, что дает нам циолит, ну, по крайней мере, надеюсь на то, что он именно дает, как говорят производители, точнее, не так, не производители, циолит к нам пришел из сферы садового. То есть это они, значит, утверждают, что он очень, как добавка к грунту, очень хорош, и там перечисление идет. У нас есть отдельный плейлист, который так называется, циолит для орхидеи, и вот в этом плейлисте собраны все видео, где мы добавляем циолит в посадки, и, соответственно, много видео, в которых я перечисляю все плюсы, достоинства. Ну, конечно, есть и минусы. Так, ну что, по-моему, я перебрал с... Надо поменьше удалить немножко, отсыпать. Вот так вот раз, отсыпем, и вот сюда корни, хоп, ко дну немножко, хоп, вот так вот. На корни уже у орхидеи, вот эти вот нижние, хорошо так подросли, прям буквально еще несколько дней, и эти корни бы уже у нас не поместились сюда, в горшок. Так, вот этот корень я тоже сейчас загну с позволения орхидеи, прям хочу его вниз загнуть. Он уже у меня надломан немножко, вот, чтобы он у нас был, ну, якобы вниз рос. Но куда он на самом деле будет расти, это знает только сама орхидея. Вот, так, ну, вот так. А теперь я одной рукой держу орхидею. Так. А второй буду накидывать грунт, чтобы орхидея у меня никуда не сползла. Вот, грунт, это кора. Палочкой аккуратненько там все это дело распихивать. И по чуть-чуть подкидывать циолит. Вот так вот. По чуть-чуть. Опять. Кору. Так. Так, кору неудобно. Так, у нас еще с той стороны растет цветонос. И не хотелось бы нам его повредить. Так. Так, фитиль я оставил прям к корням нижним подвел. Так, ну вот, немножечко орхидея у нас. Вот так вот. Не скажу, что совсем она у нас застопорилась. Вот. Вот сейчас мы немножко уплотним грунт. Вот так. Ну вот. Уже лучше. И сюда. Было у меня желание в грунт добавить кокосовых чипсов. Вот. Но потом подумал, думаю, у нас в первом варианте, друзья, орхидея сейчас на фитиле находится. Вот. И практически влажный грунт. Вот он здесь, видите. И вот эта влага, она, как показывает практика, не гарантирует тому, что орхидею нужна влага. И что она сейчас к этой влаге будет стремиться. И она, видите, не стремится к этой влаге. А также хаотично растит свои корни. Так. Ну вот так. Получается вот там у нас чуть-чуть цветоносик. Видите, носик торчит. Вот. Сейчас я еще немножко сверху. Вот так вот. Циолит. Центр пальцем держу. Вот так раз. прижимаю и вот так вот кроличьей лапкой подтрамбовываем. Так. И у нас куда-то там закопался. Закупался. Цветонос. Вот он. Все. Вон он. Я думаю, он у нас вытянется. видите, носик. Все. Вот так оставлю орхидею. Тоже она скорее всего у нас перейдет первое время на фитиль, потому что корни у нее находились сейчас в воде. и соответственно привыкли к влажной, высоковлажной среде. Поэтому первое время мы ее с вами поддержим на фитиле. А это мы сейчас ее польем. я возьму воды. Так. Ставим бирку. Ставим бирочку. Обязательно. Ну, такую орхидею, конечно, спутать невозможно. Сегодня у нас восьмое. вот. 0 восьмое одиннадцатое двадцать четвертого года. Все. Так. Ну что? Поместим ее вот так вот. орхидею. И чтобы у нас заработал фитиль, нужно орхидею залить до уровня нахождения фитиля. Ну, где-то у нас вот на этом уровне здесь, да, фитиль. Вот. Почему я сегодня, сейчас поливаю орхидею? Да, потому что по большому счету корни были влажные в воде, находились. она неделю стояла в воде, в водичке, то есть корни у нее при пересадке мы их даже нигде, ничего, никак не повредили, поэтому думаю, ничего плохого не произойдет, если мы ее сейчас и запустим. Фитиль. вот так вот я проливаю по кругу. Зашипел циолит. Вот так вот набираю воды. Ну, где-то наверное да даже если и под основание подошла у нас вода, у нас основание хорошо подсохло за неделю, прям очень хорошо подсохло, это раз, плюс она у нас корицей обработана, это два, и ничего с ним не случится. Ну, вот и все, вот она, вот он фитиль, видите, белый, вот он просвечивается, вот он, он намок, в принципе, теперь можно воду лишнюю сливать и оставлять и оставлять на дне необходимое количество, которое будет впитываться вот этим фитилем и подниматься сюда вверх и поить, подниматься вот здесь вверх и поить корневую систему. Все, вот такая вот у нас сегодня посадочка нашего Хоуру Джи Фэнси, красавчика, хотя вот у нас ниточка, кстати, как некоторое время у нас эта орхидея находилась на фитильном поливе, когда корни недоставали воды внизу здесь вот и основание и несколько корней были перевязаны вот этой вот ниточкой, которая вот так опускалась в воду и питала корневую систему, недостающую до воды. Так, ну, я воду из этой солью, а сюда переставлю орхидею вот так вот в чистую емкость, а эту помыть. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующих видео. Всем пока-пока. Получилось у нас две орхидеи, одного сорта с разным вариантом цветения в разных посадках. Оригинальная посадка серамис и его отечественный заменитель. Кара с циолитом. Все. с циолитом. Продолжение следует...